Я приветствую вас на канале «Алмазный край». Сегодня мы говорим о семье Хленского района. Какая поддержка оказывалась им в 2019 году, нам расскажет главный специалист по семейной политике Татьяна Великодная. Татьяна Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Ивановна, буквально на днях Комитет по молодежной и семейной политике подводил итоги 2019 года. Расскажите, пожалуйста, как этот год прошел для семей Ленского района и в целом для семейного направления. Для семей 2019 год был достаточно хорош. Было введено много мер, наверное, все о них знают, но неплохо было бы их и повторить. Одна из таких мер – это единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка. Она составляет в 2019 году 33 тысячи рублей, что, в принципе, неплохая подмога для семей при рождении первого ребенка. Также региональный капитал материнский при рождении второго и усыновленного ребенка и последующих детей составляет 135 тысяч рублей. К слову говоря, тоже можно воспользоваться и на кредиты пустить, и на другие нужды семьи. Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка появилась, при рождении и при усыновлении третьего ребенка до достижения им трех лет. Она составляет на сегодняшний день 16 906 рублей, но для ее получения есть небольшие условия. С ними нужно будет ознакомиться при обращении в нужные организации. Далее у нас появилась такая мера, как предоставление ипотеки под 5% годовых на весь срок кредитования. В случае, если второе и последующие дети родились с 1 января 2019 года. Дети, рожденные раньше, к сожалению, под такую меру социальной защиты в семьи не попадают. Также тоже хорошая мера, на мой взгляд, это погашение обязательств по ипотечному кредитованию, жилищному кредитованию, в случае, если размер не превышает 450 тысяч рублей. И нашумевшая, буквально недавно принятая, это льготная ипотека по 2% годовых для молодых семей до 35 лет, включая, и для неполных семей. Также для семей, получивших дальневосточный гектар, касательно этой категории получателей гектара, нет возрастных ограничений, то есть не только 35 лет, но и старше. Также в этом году были отмечены 10 многодетных семей почетным дипломом главы. Эта мера у нас продолжается с 2014 года, к ней прилагается почетный диплом и выплата 10 тысяч рублей. Единовременно, еще раз повторюсь, таких семей у нас уже в районе можно считать 60, то есть достаточно популярная мера для наших семей. По каким-то критериям они выбираются, эти семьи? Да, конечно, должны быть хорошо воспитанные дети, активная гражданская позиция и, конечно же, хорошие характеристики от организаций, которые за них ходатайствуют. Ежегодно в бюджет района закладывается сумма для поощрения каждого сотого ребенка. Расскажите, сколько семей в этом году получили эту выплату и как вообще обстоят дела с рождаемостью? Да, конечно, это мера поддержки действует у нас с 2017 года и каждый год так получилось, что у нас рождается не более трехсотых детей, грубо говоря, то есть это сотый, двухсотый и трехсотый ребенок. В этом году не исключение, у нас точно так же родилось вот буквально недавно, мы выписали трехсотого ребенка, уехала девочка Лиза у нас в Пеледу и вывезла вот такой подарок своим родителям под Новый год. Все, конечно же, очень счастливы. В этом году жительнице поселка Пеледуй Ленского района вручили почетное звание «Материнская слава первой степени». Что это за награда и какие мамы могут претендовать на такие звания, что они дают? В этом году впервые у нас наш житель Ленского района получила такой почетный знак такой «Материнская слава первой степени». Это жительница Пеледуя Туркевич Татьяна Владимировна, она мама девятерых детей. Девятый ребенок родился буквально вот недавно, в июне месяце, полгода, поэтому знаково для родителей. Что такое этот знак, кому дается? Конечно же, эта семья должна быть достойной. Достойно воспитываешь своих детей, не имеющих никаких нареканий со стороны граждан Ленского района. «Материнская слава» знак делится на три степени. Это материнская слава первой, второй и третьей степени. И отсюда же мы идем градации. Это первая степень – это девять детей, вторая – это восемь и третья – это семь. Отметим, что в прошлом году у нас есть жительница Талона, которая получила материнскую славу второй степени. То есть это мама восьмерых детей, счастливая мама восьмерых детей. К сожалению, приехать такие мамы не могут к нам сюда в район, чтобы мы их наградили. Приходится направлять туда, и главы уже тех поселений имеют такую возможность торжественно вручить такую награду. Также хочется немножечко рассказать еще не только о материнской славе, у нас еще есть такой знак за любовь и верность. Тоже каждый год у нас достаточно много семей получает такой знак. В этом году таких семей у нас четыре – это две семьи из поселка Пеледой и две из Мурбайского наслега. В прошлом году нужно отметить, что было шесть семей. То есть, грубо говоря, наш район, в принципе, каждый год отмечает семьи, прожившие 25 лет и более, такой наградой. Субтитры подогнал «Симон» Сколько в нашем районе многодетных семей и какие меры поддержки предусмотрены конкретно для них? На сегодняшний день у нас 936 многодетных семей. Это по подсчету тех, кто действительно уже получал удостоверение многодетной семьи. Мер поддержки таких семей, если не учитывать те, что я говорила ранее, достаточно много. То есть, детки получают бесплатное питание в школах, бесплатный проезд, опять же, до школы, обратно, ну, в принципе, по городу. Дальше в заявительном порядке мама может обратиться и получить путевку в летний лагерь, на площадку. То есть, ну, грубо говоря, таких мелких, но достаточно значимых для многодетной семьи. Тот же самый проездной стоит порядка тысячи рублей, полутора тысяч рублей. Это хорошая сумма и помощь для семьи. Какие еще меры поддержки необязательно многодетных семей существуют в нашем Ленском районе? Ну, опять же, да, то есть я уже не буду повторяться о тех же сам мерах поддержки, как по ипотечному кредитованию. Это может получить не многодетная семья, а в целом, да, рожденные первые, вторые дети. К этому я могу добавить еще, что у нас существуют меры поддержки, как возмещение оплаты проезда до места родов и обратно с поселка Пеледуй, Витим, Талоны, Нялы. Это очень отдаленные районы. Для того, чтобы сюда приехать, мы знаем стоимость проезда сюда, будь то самолет, будь то такси. Мы возмещаем при предоставлении определенных документов, пакета документов, стоимость проезда туда и обратно. Также все наши мамы, которые обратились к нам в Ленскую районную центральную больницу, в родильное отделение, при выписке получают комплект для новорожденных, где есть все самое необходимое, одеялко, полотенце, пеленки, распашонки. В принципе, все то, что в первый, грубо говоря, месяц необходимо для молодой мамы. Сколько семей за этот год получили жилищные субсидии и продолжится ли эта программа? Да, эта программа действует, она имеет место быть. В этом году у нас таких счастливых семей 40, но в принципе для нашего района это очень хорошая цифра. И так как она популярна, она обостребована, эта программа, конечно же, ее никто не отменит, она будет существовать и далее. Часто ли в комитет обращаются семьи и какие вопросы их волнуют? Семей обращаются достаточно часто, но вопросы самые простые. То есть о предоставлении льгот, на какие льготы они могут рассчитывать. Здесь мы можем просто позвонить, сделать запросы и подсказать, грубо говоря, куда семье нужно в первую очередь обратиться. Также очень часто к нам обращаются за благотворительной помощью. То есть, допустим, родила молодая мама, стал одиночка, помощь. И здесь мы уже за годы работы обрели очень много друзей, скажем, благотворителей. И хочу сказать большое спасибо, что они у нас есть. Мы можем к ним всегда обратиться, и такие семьи не останутся в беде и стороне. Они обязательно им помогут. Татьяна Ивановна, спасибо за беседу. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!